всем привет с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня речь пойдет на такую тему как бизнес шелкография у меня больше 8 лет опыта в этом деле и решил снять видео почему потому что у меня новый видеокурс на тему шелкографии для новичков если ты искал информацию по шелкографии наткнулся на этот ролик или вы зрители моего канала и тем и другим я думаю что это будет интересно потому что у вас есть возможность послушать как организовать бизнес и заработать денег в принципе не такие большие деньги для организации бизнес шелкография интересная тема почему бы и нет так вот я больше 8 лет этим занимаюсь и мне есть что рассказать курс я делал много лет назад курс уже продается но я его продавал через группу вконтакте много людей уже его приобрело уже открыли бизнес свой уже работает все в порядке все нормально да вот но недавно я решил это все дело обновить подать красиво и сделать дешевле в чем суть сейчас расскажу кстати если вам интересно или вы не хотите дальше слушать ссылочка в описании этого ролика нажимайте на ссылку переходите на продающий сайт упакована мой курс туда входит очень много интересного полтора часа видео подробно разложено по полочкам все на тему шелкографии про это я расскажу поэтому жми переходи покупай курс приходит к тебе на твою почту и можешь прослушать его и пользоваться так вот мой видеокурс я его решил чуток обновить вот подкорректировать он раньше стоил 9 900 сейчас будет стоить 5 900 почему потому что до этого в курс у меня входила двухчасовая консультация по скайпу и практика у меня показывает что когда люди у меня покупает этот курс в принципе консультация не так уж сильно важно потому что в курсе у меня подробно максимально все разложено по полочкам и этого в принципе достаточно и консультация они так чисто привет как дела там познакомиться пообщаться в общем так между делом поэтому я решил убрать эту двухчасовую вот двухчасовое общение skype и вы снизить просто цену вот потому что ценник надбавка это за то что я трачу свое время сижу общаясь и все такое но в любом случае когда вы покупаете курс у вас будет возможность если у вас возникают вопросы мне написать я буду вам отвечать как бы обратная связь у меня по-любому будет так вот кому будет полезен этот курс это полезен для новичков если вы задумались организовать себе шелкографию хотите вложиться в это дело и сделать из этого бизнес если ты не купишь курс то потеряешь много денег почему прям так резко дерзко да вот я прям так могу говорить что стопроцентно это так потому что мой личный опыт когда я начал делать бизнес закупил не то оборудование это раз да на закупил не текст ссора не то доп комплектацию многие вещи делал неправильно сталкивался вот с этими трудностями в итоге у меня оказалось что на моем производстве очень много оборудования есть и большая часть из этого просто не нужно оборудование я просто так потратил деньги и все новички которые будут самостоятельно пытаться это сделать столкнуться с этим процессом вы можете самостоятельно все конечно закупить все закупаешь у тебя привозят это оборудование до устанавливаешь и позже понимаешь что ты сделал много ошибок и потерял очень много денег в чем например есть некоторые нюансы допустим где купить оборудование какие организации делают качественные хорошие станки а как ты это узнаешь никак это можно узнать только если кто-то купил у него есть опыт он может сказать что тут продают хорошее оборудование там нехорошее я лично купил три разных станка три разные карусели с разными возможностями при этом ездил на выставке за почти десять лет до съездил много раз на выставке в москву где показывалось вот все разное оборудование плюс ездил на само производство к людям до на производ к производителям наглядно смотрел что есть как что и потом только заказывал также по химикатам по всяким там краскам поэтому я могу рассказать и сказать стыкнуть пальцем что вот здесь надо покупать станок а здесь его не нужно покупать потому что он у тебя просто развалится в итоге итак вопрос где куп покупать например да вы где-нибудь его купите это довольно таки тяжеловесное оборудование нужно организовать доставку как это все дело доставляется тоже вопрос ну ладно купили заказали привезли начали устанавливать вот когда начинаете устанавливать возникает очень много вопросов почему так бы я вот первый день очень сильно злился когда шла шел процесс сборки оборудования я вообще столько у меня злости было думал нафиг я вообще в это все дело вязался позже я понял что просто у меня не было достаточно информации а на тот момент лет десять назад youtube только начал функционировать и информация в принципе не было если тогда был какой-то курс что-то я там блин купил бы вообще уже готов был потратить уже столько денег лишь бы кто-то мне что-то подсказал блин звонил в москву другие организации так сказать конкурентом да они ничего не хотели говорить в итоге пришлось самому все это дело изучать внедряться смотреть вообще иностранцев каких-нибудь пытаться переводить с английского на русский и в итоге в общем получил определенный опыт опыт но чтобы получить опыт нужно было потратить время деньги и так далее позже поймете сколько много денег вы просто потратите не туда куда надо если у вас есть мой курс что вы делаете вы изначально правильно закупаете минимум делаете ошибок по закупу оборудования привозите правильно устанавливаете если что-то не так можете посмотреть ролик и продолжить это дело что-то не так можете написать мне уточнить этот момент я подскажу что не так купили все это дело установили и потом начинается до всякие разные дополнительные вещи доп оборудование что-то нужно что-то ты купил не работает не делает то что должно делать много химикатов тебе предлагают когда ты начинаешь покупать продавец тебе конечно будет втюхивать все подряд что надо что не надо они столько всяких химикатов тебе втюхают потом это все на полочке красиво все эти 10 лет у тебя будет стоять это никому не надо никто это не перекупит у тебя в итоге я все это дело заменил на те вещи которые работают и намного дешевле это что в действительности работает и можно этим пользоваться поэтому только на химии можно денег сделать потом на станках можно делать денег сделать допустим такой нюанс самая важная вещь это конечно же вот этот станок до карусель и вы представьте это тяжеловесная штука основная вещь которую нельзя прям знаете вот захотелось и взял и заменил да это не какое-то доп оборудование по мелочи это основной вклад основная сумма денег уйдет на него и если вдруг вы начинаете работать и на этом станке нет тех крутилок нет тех зажимов это будет сделано из дерева из металла резина всякие разные нюансы что должно быть чтобы в итоге у вас на футболку правильно легли рисунки ваши которые вы решите туда нанести один рисунок у положили белый цвет потом идет второй цвет 3 4 там 6 цветов да или там вообще может бесконечное количество цветов делать ну например там основные четыре цвета чтобы получился рисунок до векторные положили белый цвет сверху хотите положить например красный и он не стыкуется и остаются полосочки в общем брак и так как у меня магазина одежда были я пытался конечно же это как-то продать со скидкой да все нахрен никому не надо вообще никто у вас это не купит это или сами носите или куда-нибудь отдаете там в детдом или просто раздариваете там соседям да или просто некоторые даже на тряпки шли такие футболки потому что лежали 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 и ты вроде тебе и жалко и выкинуть и в итоге короче на тряпки вот такие вот дела это тоже минуса так вот если ты неправильно купишь аппарат в итоге упрешься в то что он не может правильно затянуться чтобы не двигалась рама а там нету этих затяжек просто нету этих затяжек и ты ничего с этим не можешь уже поделать а ты уперся в это ты понимаешь блин вот здесь бы еще такую штуку например да вот на простом языке я вам скажу вот здесь бы еще такую крутилочку и вот все бы было хорошо но ее нету и никто вам про это не говорил и не скажет когда вы покупаете вам про это никто не будет говорить это настолько такие мелкие нюансы что продавцы про это ну просто им это вообще нафиг не надо они вам просто продают эту карусель и все и вот вы представьте что вы будете делать вы будете всю жизнь так сказать работать с этим станком и каждый раз злится что вот вот здесь бы какую-нибудь штуку даже да дойдет до того чтобы может быть приварить самому чё-то организовать нюанс да возможно эту карусель отдать обратно по закону заменить ее на другую но вы представьте я тоже так думал да но это весит это сотни килограмм это все дело упаковывается в огромную деревянную коробку это привозит блин и манипулятором это все опускают это все дело опять надо упаковать как-то опять отправить обратно как-то договориться что это все забрали обратно потом вам заказать что-то другое то привезти поставить это потеря времени денег нервов и за одной какой-то крутилочки про которую вы знать не знали и не можете просто про это знать и все и вот вы так вот купите вот эту карусель сэкономите да поэтому мой курс цена моего курса это просто ни о чем на и гроши по сравнению с тем сколько в итоге ты потеряешь денег это просто вот как бы оборудование потом дополнительные всякие штуки да ты покупаешь очень много втюхивают в комплекте много каких-то аппаратов которые вообще не нужны и вот как раз таки некоторые вещи можно и самому сконструировать и не тратить на это денег химикаты тоже потратишь деньги потом это все дело из-за твоих ошибок вольется в неправильную рисунок ты потеряешь еще и в своей футболочке да я думаю что ты будешь их ограниченном количестве где-то покупать а где покупать тоже вопрос возникает а какие футболки покупать какая ткань а какая ткань лучше на чтобы это на стол хорошо садилась а какая краска лучше садится на какую ткань в общем там много много всяких нюансов какую краску надо покупать как ее разбавлять не ту краску сделаешь она прилипнет потащить за собой футболку она смещается с места своего вторую опускаешь сверху и все испортил футболку вообще весь стол все футболки испорчены и будешь вот так вот бесконечно тыркаться и пыркаться а в итоге купишь этот курс потому что тебя это все достанет поэтому покупай сразу у меня полтора часа видео где я разложил все по полочкам при этом этот курс я еще раз повторю у меня его уже покупали люди уже производство запускали уже работали и работают дальше и никаких моментов не было чтобы они мне позвонили или сказали эдгар нафиг это я купил вообще это не надо и до сих пор когда нужно обращается к этому ролику и потому что это сразу не усваивается даже если вы купите этот видеокурс сейчас сядете его да вот купили включили полтора часа сидите смотрите да у вас мозг начинает дымиться от перебора информации потому что там очень много всяких технических моментов да что как зачем и все такое это информация которая у меня в течение там восьми лет до сформировалась а тут вам в полтора часа это все в один раз естественно у вас мозг просто не хочет воспринимать это все одним разом какие-то основы вы зацепитесь как например правильно закупить оборудование и как правильно сделать свой выбор и где купить вот хотя бы начала послушаете поэтому ролик будете слушать наверно в течение года первое вы должны посмотреть какое оборудование какие есть нюансы и как правильно закупить и где это купить все тормозите ролик дальше можно в принципе его пока не слушать потому что пока пока у вас нет аппарата нужно чтобы он приехал все правильно закупили поставили установили начинаете работать упирайтесь в проблему опять включаете видео опять смотрите так а как сделать трафареты где их купить а как организовать рисунок какие бывают рисунки векторные расторные как они разбиваются на цвета как делается сам трафарет где его вообще заказывать где его распечатывать как его наносить как делать засветку и так далее какие должны быть рамы какие химикаты для нанесения для смывки много-много всяких там нюансов еще кстати к этому курсу я бонусом еще делаю дарю вам трафареты рисунки готовы которые я сам заказывал через фриланс в интернете есть наберете фриланс есть сайты где на удаленке есть люди которые умеют работать фотошопе до умеют работать с вектором и с расторными рисунками разбивать их на цвета делать это все дело грамотно качественно и все это дело конечно стоит денег я заходил на эти сайты регистрировался ставил задачи например у меня есть рисунки которые стоят 10 тысяч один рисунок 10 тысяч но я этот рисунок в течение пяти лет впечатал и продавал он у меня купился там не знаю в миллион раз но его же надо заказать поэтому у вас тоже будет такой нюанс аппаратуру все вы поставили все отлично и вот вам нужно сделать взять раму и организовать на этой раме какой-то рисунок допустим 4 рамы 4 цвета векторный рисунок у вас будет до какие-то основные цвета там белые черные красные зеленые чтобы сделать какого-нибудь микки мауса например у вас два варианта или вы умеете работать фотошопе сами это делаете разбиваете векторе на 4 цвета делаете это правильно смотрите это где-то в интернете ищите там рыщите и потом ищите где это нужно делать как это делать даже если у вас что-то там получится вы отдаете вам это распечатывают распечатывают естественно неправильно потому что когда вы сделаете это на раму потом начнете это все дело печатать все будет не состыковываться миллиметр несостыковки и у вас например наносите на футболку белую основу сверху должен лечь красный цвет и он должен покрыть эту белую основу да а вы делаете чуть-чуть не так и у вас по бокам этого красного где-нибудь торчит белые полоски вообще не в тему просто на рисунке этого нету и не должно быть это прям любой человек смотрит блин это же подстава это неправильный рисунок какая-то бракованная футболка и вы это сами понимаете что это бракованная тема сделаете и такой так а как так вообще получилось да и не понимаете то ли вы векторе неправильно сделали то ли чувак распечатал неправильно потому что когда распечатывается вот сам трафаре да там есть определенное количество точек сколько нужно наносить в зависимости от этих точек когда вы делаете засветку рамы да вот сейчас вот мне еще три часа объяснять надо штуку засветка рамы да есть рама есть сетка наносится химикат ложится рисунок производится засветка специальном аппарате который тоже нужно правильно выбрать какие должны быть лампы какие качественные лампы какие некачественные лампы какой свет должен быть вакуумная не вакуумная в общем сделали вот если неправильно . количество точек там на миллиметр определено да все у вас просто будет рисунок плашмя у вас не будет такого красивого тонко линейного рисунка просто у вас не этого не выйдет все и вы просто не понимаете почему это так вот делаете ошибка и у вас бракованные футболки все упирайтесь в проблемы что у вас бракованные футболки и вы не знаете что дальше делать поэтому у меня в подарок туда же в этот курс я закинул там несколько готовых растерных векторных рисунков которые у меня очень хорошо продавались и у вас тоже будут они продаваться и когда вы оборудование установите пойдете и закажите вам их распечатывают и вы точно и четко нанесете этот рисунок попробуйте у вас ну первым блин всегда комом там ничего страшного но у вас в принципе получится сильно не расстроитесь и у вас хотя бы будет хорошее настроение потому что на первом этапе у меня там было столько злости что я хотел все сломать закрыть дверь и уйти куда-нибудь работать грузчиком вот прям так все и было знаете я потом начал изучать там какие-то видеоролики иностранцев и иностранных до бизнесменов но блин это там ни черта не понятно о чем они вообще говорят и что там происходит и у них все оборудование чуть-чуть другое поэтому в подарок еще вот бонусом будет вот такие вот трафареты которые вы можете на первом этапе просто взять их и использовать каждый трафарет стоит денег в дальнейшем вы сами их будете или делать если вы разбираетесь в этом или научитесь или вы это все дело будете заказывать в интернете через сайты фриланс до фрилансер это будет делать рисунки стоят там тысячи полторы две три пять десять двадцать есть да в зависимости насколько сложный рисунок насколько вы хотите это качественно формат сделать вот и что за человек это делает вот и это тоже нужно время деньги и все такое дальше вы будете это все дело продвигать потихонечку и вам нужно будет понять какое качество материала нужно как это все дело продается что лучше печатать много 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 просто нереально много всяких вопросов у вас будут возникать на первом этапе вашей голове так вот этот курс который стоит ничего почти да вот по сравнению я просто в сравнении говорю по сравнению с тем что вы можете просто потерять то это вообще копейки и прям это по-настоящему так у меня покупали курс потом говорили блин эдгар хорошо что вот в хорошо что мы купили этот курс потому что вот сейчас точно можем даже они уже считали да там минимум 50 тысяч там потери идут если но в зависимости насколько вы по крупному хотите запустить если по минималкам там минимум столов и так далее да ну полтинничек точно потеряете если вы будете заката заказывать более-менее нормально аппарат оборудования соточка у вас улетит просто вот так просто вот никуда вот будете сидеть и смотреть на это это все дело просто вот сотни в никуда а так у вас будет возможность сэкономить на этом сотню сэкономите и мой курс купите вот я его начал тогда записывать почему потому что очень мало людей было кто этим занимались а в уфе вообще его можно сказать один из первых это начал делать и вывел на тот уровень что это все по всему городу и еще и на опт и этим оборудованием кстати сейчас пользуется человек который у меня работал очень много вопросов возникает у людей типа а что ж ты тогда да и сейчас этим не занимаешься мир крутится жизнь меняется у меня другие интересы появились я другими вещами начал заниматься и на тот момент когда я хотел чем-то другим заняться да у меня уже все к этому шло человек который у меня работал он предложил где давай я возьму там кредит и выкуплю это у тебя дело и буду заниматься этим делом ладно пожалуйста человек в общем выкупил это все дело сейчас он занимается этим бизнесом по сей день расширил его у него там работники все оптовые продажи возможно на у меня будет отдельный ролик съезжу к нему сниму его прорекламирую вам покажу как он работает так что сам бизнес который я начал он работает он не остановился тут только ваше желание как бы его развивать сам бизнес он очень выгодный потому что в принципе тратится копейки по сравнению с тем что сколько стоит сам продукт итоговую вот вкладываться в шелкографию имеет смысл но при условии что вы будете этим делом заниматься как бы гореть этим всем делом любить свое дело не так что типа купил станок сидишь блин что-то не получилось там и все типа нафиг надо нет если такой человек который постоянно хочет двигаться отчета делать блин ему это все нравится изучает вообще нефиг делать можно организовать все шелкографию развиваться если кто-то говорит что там конкуренция да нет никакой конкуренции даже если какая-то есть конкуренция это вообще ни о чем у нас даже в такие процессы были в городе когда крупные заказы нужно было делать я например как-то делал заказ от единой россии печатал футболки на флаги и еще фартуки и сделал там сколько блин месяц почти не спали круглосуточно печатали перед тем как будет предвыборная кампания единой россии и огромное количество всяких промо вещей я разделал для единой россии на тот момент и весь город вот в этом всем ходил потом я потом хожу смотрю вот чуваки ходят да там единая россия плакаты чего-то там все марш какой-то мероприятие и все в моих футболках которые я печатал по ночам понимаете заказ крупный взял вот например такой нюанс вам скажу да чтобы взять себе заказ крупный я входил всякие разные организации например вступил в единую россию пошел внедрился в единую россию в партию у меня даже значок есть единая россия познакомился там люди все дела потихонечку пообщался и потом до того момента дошел что им же нужно распечатывать промо-материалы да я говорю вот у меня есть шелкография там все дела давайте я сделаю это дело ну почему бы нет в итоге короче это отдали мне и я распечатал это все дело постарался сделал все максимально качественно все остались довольны и они и я вот это был многотысячный заказ и потом я много кому так делал в печать всякие разные организации в городе уфа от каких-то спортивных клубов железнодорожникам я делал уфимским железные уфимские железные дороги я им печатал футболки всем клубом почти клубом где тусуется дискотека потому что у меня магазин и клубная одежда было и я знал всех диджеев директоров этих заведений с ними договаривался и в их клубы рестораны делал фирменную одежду да там с логотипом какой-нибудь ну какой клуб такой логотип такие футболочки в общем раскачался по полной программе я короче к тому что нужно вот уметь там сям бета качаешь двигаешь все будет работать если ты только хочешь этого вот если будешь сидеть ничего не делать естественно ничего работать то и не будет вот потом я например нанял до людей дал объявления в авито там и всякие сайты что мне нужен человек менеджеры которые будут ходить бродить по всяким там заведениям разным города уфа и предлагать возможность напечатать собственную какую-то промо продукцию приходили очень много студентов у нас был такой договор что они идут находят заказ от заказа там 20-30 процентов зависимости насколько крупным будет заказ я им отдавал эти деньги люди бегали по городу заходили во всякие разные офисные здания бегали по этим офисом предлагали заведением вот такую вот возможность а я делал чуть дешевле чем вообще в целом это по россии ценники по печати они приходили отдавали мне заказы я печатал им отдавал бабки они шли дальше тусоваться там свои институты вот я не зарабатывали я зарабатывал и вот у меня а вот это разно поточная система откуда вы ко мне приходили заказы я сам где-то внедрялся люди бегали ходили внедрялись в интернете и так далее в своих магазинах продавал короче говоря опыта достаточно в этом процессе и могу сказать что очень интересные бизнес не знаю мне нравится например вот мне нравится эта тема там работа с тканью с красками потом там очень много работаю с вашей фантазией самое вот кайфовое в этом деле это когда я садился за компьютер да и искал какой я буду рисунок делать на футболку и потом насколько это блин приятно когда ты где-нибудь в клубе приехал потусить где-нибудь в клуб до заходишь и там чуваки ходят почти весь город ходил блин стоком этих ну моих футболок было я открыл сеть магазинов называл их клубная одежда и делал максимально офигенно тусовочные всякие там футболочки а футболки еще делал люминесцентные да они светились в темноте ночью под ультрафиолетом ультрафиолетовая краска всякая там разные короче не естественно это все дело распространялась по городу в клубах у людей и ты вот так идешь по дороге до сих пор я вижу вот людей которые эти футболки носят идешь можешь чувак это я напечатал это тоже это тоже и вот когда я сидел выбирал рисунки у меня мысли что блин я сейчас выбираю этот рисунок а завтра какой-то чувак будет ходить в ней знакомиться с девушкой или девушка знакомиться с парнем там да и прикольно так что тут есть возможность креатив фантастика там фантазия вернее да офигенная штука короче хороший бизнес вот есть у вас есть желание можете его организовать в принципе там не такая уж и большая сумма требуется эту сумму если очень сильно захотеть там можно скопить где-то найти взять в долг я не знаю ну тому же вы сами решаете там где брать деньги и так далее мой ролик для того чтобы рассказать что есть курс если вам это вдруг пришло в голову и вы захотели организовать шелкуху да это так как сказать на сленге до шелкуха то обязательно покупайте этот курс и просто сэкономите крупную сумму это я вам могу просто гарантировать вот сто процентов могу вам сказать да сто процентов конечно не говорят но я скажу сто процентов вы сэкономите позже вы это дело оцените и поймете что все-таки не зря вы его купили на этом наверное все если есть какие то вопросики пишите в описании этого ролика также я наверное отдельный ролик и курс сделаю по аэрографии потому что все это время я еще и занимался таким видом деятельности как аэрография на ткани в уфе я это дело продвигал очень сильно я это начал делать и те люди которые у меня это все дело покупали они это как бы знают респектуют так сказать до сих пор есть люди которые у меня сейчас просят типа были на чё ты не делаешь это возможно там даже организую у меня у сына канал помогу ему свой бизнес небольшой сделать вот замутить это аэрография на футболках в общем это просто охеренная штука там вообще минимум вклада и максимум выход выхлопа и это особенно заходит тем же студентов например да но тут есть нюанс что ты должен уметь рисовать да ну как бы чуть-чуть художник должен быть вот или ты очень хороший художник тогда чуть-чуть научиться и работает с аэрографом да и вообще как это все выстроить там тоже всякие нюансы есть если грамотно это упаковать то ты можешь на дому так сказать выполнять определенную работу и получать бабки и при этом заниматься своими делами зато время когда я делал этот бизнес но я не знаю если я не обману человек 20 я научил рисовать при то что я я не могу кошечку нарисовать я вообще не умею рисовать но прикол в том что не в рисовании вообще как бы дело а вот в умении все это так сделать чтобы деньги заработать я давал даже объявление типа ребята требуются люди которые умеют рисовать научу рисовать аэрографом при этом сам не умею вот у меня были другие люди которые хорошо умели это делать я им объяснил как мне надо что я хочу видеть на ткани почему надо так чтобы это можно было продать и людям это нравилось потом приводил тех кто не умели работать с аппаратом этим а умели рисовать потом их всех стыковал друг другу обучали а я говорил что вот это ну вот мигру не нравится ты переделай этот рисунок больше рисунков больше краски давай давай вот как маэстро дирижера того стоял над головой давай в итоге у них получалось и вот много людей сейчас в уфе до сих пор зарабатывают именно этим это превратилась в их профессию вот я как-то повлиял на это все дело и люди до сих пор этим на жизнь себе зарабатывают хорошая штука кстати прикольная вещь почему бы нет но про это наверное отдельно будет ролик тоже будет у меня видео курс на эту тему все будут вопросики пишите кому нужен курс в описании этого ролика жмите на кнопочку переходите на сайт где продается жмите покупайте изучаете делайте бизнес сделайте бабло всегда надо начинает что-то делать пробуйте обязательно пробуйте потому что если только будешь сидеть и мечтать вряд ли у тебя что-то получится любой бизнес возьмите любой в любой сфере начало бизнеса всегда трудно потом следующий этап когда приходит уже какое-то понимание а потом приходит простота и ты уже доволен всем этим процессом все тебе нравится и ты даже хочешь усовершенствовать что-то да тебе не хватает инструментария в этом процессе и ты еще наоборот такой блин надо что-то сделать еще больше вот и у меня также был купил одну карусель превратилась в три и в аэрографию шелкографию производства и в магазины и и разошелся по полной программе но вот первый день когда я тушу до станок собирал я просто хотел ключом разломать весь этот аппарат нахрен вот раздолбать и пойти домой я короче там разорвался чё-то разозлился и уехал в этот день домой не стал этот аппарат собирать на следующий день успокоился пришел дальше начал делать в итоге вот сижу вам про консультацию рассказываю все всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok